А знаешь ли ты, какая фраза достаточно часто упоминается в произведениях наших литературных классиков? Лямур. Лямур тоже. Да, что вся эта фраза у кем-то. Они делят первое и второе место. Ну, возможно, и это имеет место быть, но на самом деле такая фраза, как к барьеру, и не всегда она означает какие-то непосредственно, там, я не знаю, стрельбу или сражения на чём-то. Могут быть поэтически словесные какие-то, вот такие вариации этих самых призов к барьеру. И именно в таком поэтическом батле к барьеру, в общем-то, и сразятся участницы творческого коллектива «Банды поэтесс». Они у нас, между прочим, уже находятся в студии, с ним мы сейчас поговорим. Марина Комиссарова, Оксана Горошкина, доброе вам утро. Доброе утро. Здравствуйте. Бандитки, рада вас поприветствовать, но тем не менее, как-то, глядя на вас, нет такой ассоциации, что вы, в принципе, можете каким-то образом друг с другом, ну, вот так вот конфликтовать. Происходит это более в позитивном всё-таки ключе? Или довольно агрессивно? Ну, как сказать, вообще мы можем в разном ключе, но если говорить о баттлах или вообще о каких-то сражениях, то любой член банды с другим членом банды будет сражаться всегда на одной стороне. Ага, вот так. Вот мне вообще интересует, почему, когда выступают два поэта, неважно каких, это всегда заявляется как баттл. У нас, вот, например, не баттл. То есть вы как бы в одно направление ведетесь? Да, и поэтому мы с одной стороны, вы хотите, а с другой, вы будете, па-па-па. Вот. И, соответственно, когда мы выступаем вместе, то есть в нашем коллективе на данный момент пять человек, было раньше шесть, сейчас пять. Мы, когда выступаем, мы все-таки объединяемся, ни в каком баттле речи не идет. У нас есть разные формы подачи материала, и мы очень любим общаться со зрителями, которые приходят, со слушателями, которые приходят. Поэзия или это происходит, ну, сначала в живую, а потом уже, каким образом? Каким образом? Общение происходит. Ну, вот, у нас есть, например, такая программа, которая называется... Случайные стихи. Случайные стихи. И у нас есть такой большой разноцветный кубик, красивый. Это очень важно. Да, это важно. Вот. И перед началом выступления мы, каждая, выбираем свою сторону. За некоторые стороны идет жесткая конкуренция. Вот. И после этого мы кидаем, отдаем кубик зрителям, и какую цифру не выкинут, та пэтесса и читает. Угу. То есть, ну, например, да, то есть это такой интерактив. Там есть разные, ну, как бы, интересные фишки в этом выступлении. И, в общем-то, ну, все другие наши программы, там, башь на башь, еще какие-то, которые мы делали, они все предполагают то, что мы со зрителем общаемся. Ну, потому что, мне кажется, по-другому как-то скучно. А, может быть, попробуем прочитать что-то делать? Да, вот 12 мая, все правильно, в Краевой библиотеке пройдет ваша, скажем так, уже творческая встреча. Как все-таки это придемонстрируйте нам прям такой небольшой кусочек. Возможно это? Да, конечно. Да, конечно. Конечно, возможно. Ну, вот, немного расскажем о нашей встрече. Окей. Да? Да. 12 мая в 2 часа в молодежной библиотеке по адресу Щерса 46 состоится наша с Мариной комиссарова встреча, которая называется «Спроси меня как». Да. Вот. Эта встреча предполагает, как и все другие наши встречи, она предполагает, ну, общение с залом, да, и смысл встречи состоит в том, что в рамках этого мероприятия мы с Мариной сможем задать друг другу вопросы, во-первых, которые нас давно уже интересуют. Да. То есть есть такие вопросы, которые вы пока еще не получили друг от друга ответы, или, может быть, не задавали их? Ну, может быть, не задавали. Люди, они, как вселенные, и невозможно узнать человека на 100%. Иногда хочется спросить, что... И то же самое смогут сделать зрители. Как правило, литературные встречи – это мероприятие, где собирается очень много людей, которые друг друга хорошо знают, и... ...друг другу интересны. Вот. И я думаю, что этот формат будет интересен нашим читателям. Конечно. Вот Оксана, я вижу, приготовила мне вопрос. Я очень давно хотела у тебя спросить одну вещь. Вот. Но я хочу сказать, что я... Вот этот вопрос, Оксана, это не тебе. Да. Да. Так что я когда начала думать о том, какой хочу вопрос задать Оксане, я поняла, что я не могу остановиться на одном. О, Господи. О, Господи. Вот. Но, поскольку у нас время ограничено, Оксана, тебе придется выбрать... А почему выберут? Ну, нет, это вопрос тебе. Конечно. Вы сами решите свою книгу. Пожалуйста. Учитывая, что я не знаю, что там внутри. Там будет такая. Та-да-дам. Я, если честно, сама не знаю, что там внутри. Так. Остальные я тебе 12-го числа задам. А это все на слух можно-то зачитывать? Можно, конечно. Можно. Как ты все успеваешь? Дом, работа, дети, да еще стихи и выступления. Вот мы уже знаем теперь, что есть дети, и дом, и работа. Ну, полезный вопрос, информативный оказался очень. Как ты все успеваешь? Марина выдала меня просто с головой. Да. Ну, есть очень популярная шутка на эту тему, которая заключается в том, что... Как ты все успеваешь? Я ничего не успеваю. Через у нас одинаковый ответ. Вы готовились, видимо, к нему все-таки. Я просто думала, что, может быть, у нее какое-то другое, и я смогу решить свои какие-то... Ну, то есть, примером Оксаны. Я вообще с Оксаной беру пример. Вот она, например, пошла заниматься на актерские курсы. Я посмотрела, думаю, а что это Оксана ходит, а я нет. И тоже пошла. А она уже ушла, вы все-таки говорите. Хорошо. С вопросом я, допустим, понятна. Относительно поэзии, как будут обстоять дела? Мы, конечно, будем читать стихи. Вот, например... Есть один сюрприз. Да? Даже есть один сюрприз? Да, это тот сюрприз, который ты мне вчера показывала. Я не помню. А, музыкальная пауза. Да. Вот. Ну, соответственно, мы можем сейчас прочитать стихи, а я вот интересуюсь вопросом, который для меня. Можно я на него отвечу сразу? А то буду волноваться. Ну, просто мы хотим тогда прочитать стихи. Да? Нам надо выбирать. Выбирайте. Давайте почитаем стихи. Давай, Оксана, почитай свой самый короткий стих. Мой самый длинный стих. Твой самый длинный стих читай. Мой самый длинный стих. Разбрасывать камни весело, пока тебе только 20. Разбрасывай камни к пенсии. Будет чем заниматься. Отличный стих, я считаю. Прекрасно. Надо ответить с той же какой-то тематики, да? Я это понимаю. Не знаю. Вот, Оксана, что ты попросишь меня прочитать? Ну, ты знаешь, что я попрошу тебя прочитать. Хорошо. У Оксаны есть стихотворение, которое она любит. У меня есть любимое стихотворение Маринина. Да, я прочитаю. А я не знаю, сколько звезд на небе. И почему коровы не летают? Количество калорий в белом хлебе? И что такое конгруентность? Я не знаю. Куда девалась прошлая зарплата? И сколько мне еще ходить по краю? Я приближаюсь, в общем-то, к Сократу. Я знаю то, что ничего не знаю. А это стихи вашего собственного сочинения, правильно я понимаю? Да. Да. Красавская. Прекрасно. Я еще раз напомню, Марина Комиссарова, Оксана Горошкина были у нас сегодня в студии. 12 мая в молодежной библиотеке пройдет мероприятие, скажем так, творческая встреча. Все-таки не батл, а именно дружелюбная встреча, где можно будет задать несколько самых разных вопросов поэтессам, узнать о них больше. Они, я так понимаю, что тоже кое-что узнают, возможно, о своих зрителях, тех, кто им интересуется. Поэтому, безусловно, большой удачи вам в этом пожелаем и отличного творческого вечера. Спасибо большое за утренний визит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!